Я вас приветствую. И наверняка многим из вас знакома эта прелестная девушка неземной красоты и, возможно, неземного происхождения. Зовут её Валерия Лукьянова или... Аматуе, это моё духовное имя, которое я узнала в медитации от своего высшего Я. Примерно так же было придумано название моего канала. Серьёзно. Но вернёмся к Валерии, на которую вы, вполне возможно, натыкались в Инстаграме, или слушали её песни ВКонтакте, или, может быть, даже подписаны на её канал на Ютубе, или тупо лицезрели богиню по телевизору. Лично мне больше всего нравится видео, где она кушает дуриан. Ммм, афигеть, он обалденный. Но где вы точно ещё её не видели, так это в кино. В роли, как вы думаете, кого? Нет, Нигеры, Афины или Девы Марии. А в роли куклы, чей образ к ней приклеился первым делом. И да, Дивайн Дивинити, способная покидать тело и путешествовать вне границ пространства и времени. Я могу выйти из тела, попасть в прошлое, в будущее, в параллельной реальности. А также побывавшая более чем на 50 планетах. Наверное, порядка 50-60 планет. Я за секунды попадаю на какую-либо планету, я общаюсь там. Не гнушается ничего земного, или, я бы даже сказал, приземлённого. А именно, съёмок в трэшовом американском фильме ужасов под названием «Кукла». И по логике вещей, благодаря участию в этом фильме, помимо звёзд мирового масштаба, богини Аматуе, это должен быть божественный шедевр мирового кинематографа. Ну или как-то так. Собственно, фильм этот поведает нам историю двух парней, которые решают заказать себе на недельку живую русскую куклу, при том совсем не матрёшку, для утех понятного характера, что в итоге влечёт для них печальные последствия. Хотя могли бы провести время гораздо увлекательнее и безопаснее, если бы сделали заказ на сайте Ugears. Ведь Ugears – это компания, создающая шедевры, которые покорили весь мир и собираются в 85 странах. Это не просто деревяшки, это набор экологичных, вырезанных лазером из натурального дерева деталей, которые позволяют создать настоящий работающий сейф с кодом, средневековый музыкальный инструмент, или целую трамвайную линию с рельсами и остановкой. И это далеко-далеко не весь перечень. Все модели двигаются за счёт механики, и никакого клея, батареек и электроники, только точнейшие деревянные детали и капелька магии. Механизмы завораживают, а процесс сборки приносит незабываемые впечатления. По ссылке в описании вы сможете полюбоваться на полный ассортимент чудес, а с моим купоном срезать 20% с цены любого изделия. Но давайте уже наконец оценим этот уникальный фильм по достоинству. А начинается он с ценной похищения какой-то девушки, которая, судя по всему, идёт домой поздно ночью с факультатива по сексуальному образованию. И, видимо, это не первое её похищение, поэтому испуг и удивление она демонстрирует довольно слабенькие. Затем нам зачем-то показывают мимолетную виновницу торжества и то, как мужик рисует пальчиком, а потом китры. Люблю хорошее начало хорошего фильма. И что немаловажно, сценаристом и режиссёром здесь выступает Сюзанна О'Брайен. Знакомая фамилия, не правда ли? Что, нет? А так? Опять нет? А так? А если серьёзно, то мне ничего неизвестно о том, являются ли они родственниками. Наверное, просто совпадение. После титров фильм знакомит нас непосредственно с главными героями. Это Энди. Это его дом. Хрис! Хрис, какого чёрта? Нельзя сделать потише. И он не любит рок-музыку, яркие эмоции и радость. Но, несмотря на это, у него есть девушка. Ешь без меня. Вернусь поздно. Шэнон. Потому что это его дом. Это Крис. Его лучший друг. Он любит рок-музыку, у него нет дома и нет постоянной девушки. Зато он, как какой-нибудь снейлкик, может дать совет, как строить отношения. Чувак, Шэнон точно бросит меня из-за твоей дурацкой музыки. Шэнон, это не очередное влечение. Не надо бояться потерять его, чувак. Ну, идёт. Ну и что? Сама вернётся. Впрочем, тут и не надо быть специалистом, чтобы всё понимать. Как я уже сказал, это дом Энди. У тебя очень удобно жить. Нравится, когда гении мыслят одинаково. Энди так и засыпает, а Крис решает вечерком искупать в бассейне грязных сучек. Эта тень могла бы быть элементом фильма ужасов, ну или Аликом Болдуином. Но это скорее элемент рукожопия. Энди просыпается и вспоминает, что скоро должна прийти его девушка. А тут такое. Энди, это мои друзья. Поэтому надо спешить. Не надо, девочки, у меня будут проблемы. Чёрт, какой кайф. Прям видно, что он борется, но не может это остановить. Как не мог Грюс Бэннер вызвать Халка в Войне Бесконечности. Что это за чертовщина? Стриптизёрша? Убирайтесь нахрен из этого дома. Мне очень жаль, девочки. Ты что, извинился перед ними? Да. Я даже не знаю, можно ли это как-то прокомментировать, чтобы стало смешнее. Шэнон, я попытался выгнать их, как только... Да неужели? Так же, как я только что сделала. Важны намерения, а не поступки. А вообще, Энди выглядит как человек, не способный даже свой член выгнать из штанов. Слушай, ты позволяешь Крису манипулировать собой и ценишь его больше, чем меня. Я никогда не стала бы устраивать в твоём доме такое. В этом-то и кроется причина, глупышка. Или я, или он. Ты же знаешь, что я выбираю тебя. Блин, да он даже убедительнее этого парня. А меня тоже ранило. Я устала это терпеть. Шэнон, перестань. Не смей меня трогать. Почему ты везёшь себя как сучка? Почему ты не приводишь в дом стриптизёрш и шлюх? Короче, бросает Шэнон Энди. Извини, Энди. Ставьте лайк, если тоже верили в их отношения с первой секунды. Эта муха на объективе тоже могла бы быть элементом создания атмосферы, но это опять рукожопие. Впрочем, тащат в этом фильме диалоги. Мне жаль, что она бросила тебя. Просто уйди, Крис. Я просто хочу полежать здесь. Как атом или молекула. Ничем другим обысь не могу. Буду ждать до весны. До весны? Ты чё, атом или молекула медведя? Бать, я нормально? Просто уйди, Крис. Я просто хочу полежать здесь. Как атом или молекула. Ничем другим обысь не могу. Буду ждать до весны. А вообще, атомы и молекулы вроде бы как постоянно двигаются. Или ты сильно уставший? А человек-молекула. Но не дождавшись весны, наш новоиспечённый атом решает покончить с собой. Ты же не пил эти таблетки, да? Нет, не пил. Хорошо, потому что это таблетки для крана подъёма. У тебя бы неделю не проходил стояк. У него реально мозгов как у молекулы. Короче, Крис предлагает Энди заказать на неделю русскую проститутку. А это, мой друг, называются куклы. Горячие штучки, горячие русские девочки. Их просылают на неделю. И это будет весело. И заставит Шэнона ревновать тебя. Я бы за такие советы деньги брал. Пойми, бабы терпеть не могут, когда их бывший находит модель посимпатичнее. Идея не такая плохая. Если она увидит меня с одной из таких девочек, то может вернуться. Ага, клин клином же вышибают. Ведь если девушка бросила тебя застав с двумя проститутками, самый верный способ её вернуть, это заказать третью проститутку. Да погорячее. Да на недельку. В общем, они совершают заказ. Посылочка высылается. Работа почти закончена. Ты идеально собрана из очень красивых человеческих частей. А теперь мы должны вернуть твою душу. Ты моя марионетка. Теперь ты можешь убивать. Что бы это ни значило. Русская шлюха по интернету. Интересная у этого Энди жизнь. А этот диван, походу, его лучшая покупка. Посылочка же приходит ночью. Это я, почтальон печки. Принёс заметку про вашего мальчика. Шеннон? Здравствуйте. Энди? Куда мы её заселим? Может, на сердак? Больше вариантов я не вижу. Молекулярное мышление в действии. Заказать шлюху на неделю. И сразу же закинуть её на чердак. И засыпав на таллина, Витя тряпок сложит в сундукар. И как удачно, что на чердаке есть вот такая кровать. Учитывая, что всё это вырезано вручную из цельного куска дерева. Да и вообще, весь чердак выглядит так, как будто в любой момент может выскочить Эдвард Карнби и надавать по маслам. Ну ладно, значит... Увидимся утром. Ну да, у вас же ещё целая неделя впереди. Зачем торопить события? Но Наташе, так зовут куклу, чё-то не спится. Сначала нам показывают это. Что это такое? Полёты во сне и нахуя? Потом она решает помыться, но ванна занята. Там Атом гоняет свой электрон. Ему не удаётся распознать намерений Наташи. Поэтому он ведёт её в свою спальню, чтобы показать нам... Всё будет хорошо, можешь спать здесь. Что он вполне неплохо удовлетворил себя в душе. Но Наташке всё равно не спится. Она идёт шарохаться по дому. В туалете ей встречается какая-то заштопанная мадам, которую, впрочем, в фильме мы больше не увидим. Потом она приносит Крису банку компота, но он спит. Тогда она пытается написать у него на лбу «Лох». Но и тут неудача. Затем она идёт на чердак разрисовывать стены. Но ночи в это время года, по всей видимости, длинные. И утро никак не наступает. Поэтому Наташа начинает ломать голову, чем же занять себя дальше. За этим занятием её застаёт какой-то мужик. Крис просил кое-что привезти для него. В 4 часа ночи. А потом я смотрю, вы тут головой окна бьёте. И я хотел узнать, куда... Ведь, как известно, язык до Киева доведёт. А там меня и фальшивый встретит, и живчиком угостит. В общем, уделывает Наташа дядьку. И продолжает долбиться в окно, чем будет Энди. Ложись обратно на кровать. Это самая нелепая шлюха, которую только можно было заказать. А куда в итоге делся труп мужика, мы так и не узнаем. Следующая сцена начинается так. Я серьёзно, вот она ложится спать, а потом бац, и она уже стоит днём посреди какой-то комнаты. А нет, вру. Тут есть ещё перебивка вот с этим отлично получившимся кадром. Особенно муха на нём отлично получилась. Тут же к ней подходит персонаж, которого сыграл актёр, чьё имя вынесено на кинопоиске на первое место. Наверное, как дань уважения за заслуги перед кинематографом. Потому что его роль в этом фильме начнётся и закончится этой сценой. Привет, красотка. Меня зовут Рон. Мне нужен Крис. Хочу поговорить об одной девочке. В дом Энди приходят всякие люди, но спрашивают они Криса. Наверное, потому что среднестатистического человека редко в повседневности волнуют атомы или молекулы. Короче, Рон задаёт Наташе кучу вопросов, но ни на один не получает ответа. Тут появляется Крис и сразу же сваливает. И непонятно, то ли это режиссёрский гений, то ли киноляп. В итоге Рон, привыкший прессовывать, становится присунутым. А его жирная туша, по всей видимости, покидает этот дом и фильм сразу же, как только начинается следующая сцена. С Наташей что-то не так. Что-то с головой. Так ты её не в шахматы играть вызвал. Какие тут могут быть претензии? Внезапно их разговор прерывает стук в дверь. Вот чёрт. Это Шена, но что она вообще здесь делает? У тебя очень удобно жить. Блин, кто бы мог подумать. А он шарит. Но и я в чём-то был прав. Ну или, может быть, этот дом обители шлюх. И Шеннон одна из них. Просто она притворяется хорошей девочкой. А что будем делать с этим? О, чёрт. Так, слушай, мы должны спрятать её, пока Шеннон не вышла из душа. Может быть, вы просто скажете, что это Крис заказал шлюху. И дело в шляпе? Но нет. Они опять прячут её на чердаке. Наташа, ты хочешь заняться чем-нибудь, пока нас нет? Вы***ете меня уже, наконец. Пацаны, молодцы. Очень классно, что вы ей свет оставили. Дальше, хотелось бы сказать, что лучше, но куда уж лучше. Энди идёт на работу. Шеннон то ложится спать, то просыпается, то снова ложится. Наташа то сидит на чердаке, то ходит внизу, то снова на чердаке, то снова внизу. За всем за этим не успевает уследить бедняжка Крис, поэтому тоже ложится спать. Что, Крис, почему ты спишь? Я устал. Бл***ь, почему я до сих пор смотрю этот фильм и не сплю? Чувствую себя каким-то Энди, который должен работать. Энди возвращается с работы. Тут вкусно пахнет. Что готовишь? Я ничего не готовила. Может, Крис что-то готовит? Напомню, эта сцена идёт сразу за этой. Что, Крис? Почему ты спишь? Может быть, еда сама себя готовит? У них начинается просмотр фильма, плавно перетекающий в секс. Но вдруг... Что за дерьмо? Клянусь, я видела там что-то. Слушай, думаю, тебе показалось. Мы оба много выпили сегодня. Какое ещё нахрен много выпили? Ты только что с работы. Она весь день спала. Это был тяжёлый день. Пошли спать. И реально, до весны вам лучше не просыпаться. Я знаю, там что-то было. Уверен, ты просто уставай. Да спала она весь день. Хотя, если подумать, я бы тоже устал целый день спать. Шеннон, конечно же, не спится. Но вы знаете почему. Она идёт шарохаться по дому, как в первый раз. Забирается на чердак, находит вещи Наташи, немножко офигевает, как вдруг возвращается сама Наташа. Какой же офигенно большой дом, раз люди в нём пересекаются лишь по воле сценариста. Но это всё фигня. Ловите следующую сцену. Это так приятно. Стэйси, мне холодно. И всё-таки это обитель шлюх. И шлюхи здесь буквально материализуются из воздуха. Пошли на задние сиденья Мерседеса Криса. Даже не знаю, что меня удивляет больше. То, что они из бассейна пошли в гараж. Или то, что у Криса есть Мерседес. Так или иначе, девочки устраиваются поудобнее в Мерседесе. Как вдруг приходит Наташа и делает им обеим сетки рыбашка. В живых должна остаться только одна шлюха. Привет. Как дела, детка? Да, определённо в этом фильме где-то открылся портал в мир шлюх. И какие они все сытые, не в пример Наташа. Так, что ты звонил? Ты хотел что-то? Я хотел, чтобы ты спела... Главней всего погода в доме. Но они идут заниматься суетой всё же. Даже как-то странно, что этот мужик не подошёл к Наташе и не начал спрашивать что-нибудь про Криса. Типа, привет, красотка, не знаешь, где Крис? Хочу продать ему этого мелкого пи***ка. Как ты хороший мальчик или плохой? Знаешь, какими они бывают? Нет, не знаю. А ты не знаешь? Да нет, он не знает. Я не знаю. Никто здесь не знает. Потому что всем насрать. Давай уже начинай. Эротический массаж. У тебя есть уборная? Скажи это моим почкам. Снимай штаны. Ладно. Короче, пацаны. Если не хотите попасть в ситуацию, когда перед соитем ваша девушка подрывается в туалет, а там её съедает злой барабашка, мой вам совет. Держите под кроватью горшок. Вот и Лариса Долина. По дороге в туалет слышит на чердаке шум и решает, что её это каким-то боком касается. И она втискивает свои огромные сиськи в этот узкий лестничный проём. Наверху Наташка заботливо проводит Лариски липосакцию. Шаннон, твою мать, ты-то как до сих пор здесь? Наташка ведь спускалась в гараж. Почему ты не вылезла из-под кровати в этот момент? Опять уснула, что ли? Или этот фильм снимался как Дюнкерк? Вот вам, кстати, немного крутого оригинального монтажа. Крис идёт искать свою даму и находит её на чердаке. Сильно пугается, но даже сейчас Шеннон не спешит вылазить из-под кровати. При том, что Наташи нет. Крис бежит к своему другу. В полицию они позвонить не могут, потому что Поэтому они звонят мужику, у которого заказывали Наташу. А вообще, трупы в этом фильме растворяются в воздухе, Так что зря они паникуют. Внезапно оказывается, что Шеннон! Заперта, дверь заперта. И им теперь не выбраться, они в ловушке. Откройте дверь. Это я, Шеннон. Быстрее! Чёрт. А, уже не в ловушке? Главное, чтобы это не была система ниппель. Я думаю, на чердаке кто-то есть. Вот это новость. Ребята посвящают Шеннон в детали. И она, для персонажа этого фильма, реагирует на всё даже слишком адекватно. Вы заказали эскорт и держали её на чердаке? Крис, ты больной ублюдок. Вот и я сразу так подумал. Крис позвонил на сайт и сказал хозяину, чтобы забрал её. А что если он такой же чокнутый, как и она? Но это в любом случае лучше, чем тюрьма. Так ведь? Короче, Крис идёт обезвреживать Наташу. Один. Он ведь вон какой кочек. Но тут происходит непредвиденное. И чтобы в это поверить, это нужно увидеть своими глазами. Но серьёзно, откуда ему было знать, что у неё лопата? Мне даже как-то непонятно, почему Тор в Войне Бесконечности выковал топор, а не лопату. Теперь ты моя марионетка. Ты можешь убивать. Так, Наташа провела какой-то обряд над Крисом. А чем эти двое всё это время занимались? Опять спали? Или... Что смотришь? Особняк с привидениями. Надеюсь, что Крис в порядке. Я тоже. А-а-а. Они всё это время надеялись. Как бы там ни было, Крис берёт топор, а не лопату, и идёт разбираться с друзьями. Вот и Джонни. Энди получает топором, а Шеннон забирается на чердак и её упаковывают. Да, Шеннон, уходя уходи, или хрен знает, куда могут завести эти качели. Но вдруг появляется Энди. Ну вы понимаете, если бы это была лопата, он бы уже не появился. Его появление, впрочем, ничего не меняет. Крис сначала уделывает Шеннон, а потом и Энди. К концу вечеринки приходит сутенер. Ты хорошо справилась. Спасибо. Пожалуйста. Какой воспитанный мужчина. Сразу видно, он всё это не со зла. Они забирают органы и уходят. Шеннон дышит, шевеля выпотрошенным животом. Энди, впрочем, тоже. Не дышать 30 секунд для таких актёрищ – это непосильная задача. Наверное, поэтому их не взяли в этот фильм. Конец. И я думаю, тут и так всё ясно и можно обойтись без вывода, как финальные титры этого фильма обошлись без музыки. Но нельзя обойтись без лайков и комментариев под этим роликом. Под предыдущим обзором вы оформили больше 30 тысяч лайков. Хотелось бы и под этим увидеть не меньше. В общем, всем спасибо за внимание и обязательно заглядывайте в описание к ролику. Там много всяких ссылок на другие мои ресурсы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok